Телеканал КРТ представляет Президент США предпочел встречу с президентом Польши по Раду в Москве. Плюс пропагандистская вишенка на торте. Это первый визит иностранного лидера в Вашингтон по окончании карантина. В справедливости ради отметим, Дональд Трамп действительно готов до конца поддерживать своих надежных союзников, как это было с Пеньямином Нетаньяху в Израиле, и верных сателлитов, как это происходит с Анджием Дуды. Согласно интервью авторитетного депутата Европарламента, отправящей в Польшу партии «Право и справедливость» Яцека Сариушвольского, «Телевизия Республика», повестка дня переговоров обширна. Это и вывод войск США из Германии, и противодействие «Северному потоку-2», и создание сети 5G без участия Китая, и даже строительство атомной электростанции. Не обойдется и без обсуждения проблемы COVID-19. Впрочем, можно догадаться, что рыночная судьба будущей американской вакцины от коронавируса повторит путь американского сжиженного газа. Лояльность к Вашингтону будет проявляться в закупках вакцины, независимо от потребности в ней, ее цены и эффективности в лечении. Буду откровенен, слушая видного польского политика Сариушвольского, трудно осудить действия повстанцев Гонты в отношении польских иезуитов, воспетые Тарасом Шевченко в поэме «Гайдамаки». «Болыть сердце, як згадаешь, старых славян диты, впылась кровью, а хто вынен – ксензы и езуиты». Так вот, наш храбрый Яцек по-езуитски подчеркнул, мол, несмотря на то, что американцы освободили Германию и Францию от нацизма, отношение этих стран к США не является положительным. Цитата. «Сейчас они не заботятся об этих отношениях. Сейчас сотрудничество Германии намного теснее с Россией, нежели США». Конец цитаты. «Какая вопиющая франко-германская неблагодарность. Прямо как польская по отношению к тем, кто их освободил от нацизма». При этом Сариуш Вольский заявляет, что Варшава будет добиваться перемещения выводимых из Германии американских войск в Польшу, что, по его мнению, сделает сотрудничество по линии «Варшава-Вашингтон» еще более тесным. Кроме того, польский депутат Европарламента, отправящий партии, считает, что давление со стороны США на европейцев носит исключительно благотворный характер. Повторяя тезис Трампа, он возмущается, цитата, «Западные страны покупают сырье у России и при этом хотят задаром пользоваться защитой со стороны США». Конец цитаты. Ну и эпический финал. Положить на музыку, которой способен был только гений Шопена. Цитата. «Польша вырастает в главного союзника США в Европе». Впрочем, имеется и более глубокая проработка американо-польских соглашений. Журналисты польской газеты «Правно» проанализировали их в статье «Американцы радикально увеличат свое присутствие на Висле». Форд Трамп в деталях. Согласно информации издания, по результатам встречи в Вашингтоне между президентами двух стран, в Польшу прибудут около двух тысяч американских солдат, а также будет переведено командование пятого корпуса армии США из Кентукки и примерно 30 американских АФ-16 из Германии. Планируется подписание Defense Cooperation Act – документа, регулирующего принципы польско-американского сотрудничества. США намерены передать Польше пять находящихся в эксплуатации транспортных самолетов С-130 «Керкулес». Варшава со своей стороны возьмет обязательства по закупкам американских боевых вертолетов. Американские солдаты будут обладать практически полным иммунитетом от судебного преследования, а Варшава возьмет на себя большую часть обязательств по финансированию дополнительного американского контингента. «Это соглашение, безусловно, выгодно для Польши. Американцы, однако, воспользовались тем, что избирательная кампания сейчас в разгаре, чтобы договориться о лучших условиях размещения своих солдат». На момент подготовки программы оставалось неясным, будут ли эти договоренности двусторонними, или они будут осуществляться в рамках НАТО. В материале указывается, для того, чтобы избежать впечатления, что процесс происходит вне НАТО, 22 июня состоялся разговор между Анджием Дудой и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. На самом же деле ситуация с возрастающими польскими амбициями – это не более чем обратная сторона сложных взаимоотношений между Вашингтоном и его европейскими союзниками по НАТО, а также Соединенными Штатами и Европейским Союзом. Субтитры подогнал «Симон»!